Канобу.ру представляет что и детских игр-то, по сути дела, не осталось. Дело тут, конечно, не только в тех бубинных причинах, которые мы будем обсуждать, но еще и в том, что на детские игры не дают деньги. Это не рентабельно. Но все-таки деньги — это не главная причина, по которой детство из видеоигр уходит. Вспоминается утопическая киношная парадигма 20-х годов. Кинематограф как насилие. Вот в современной видеоигре эта утопия стала явью. Что такое бытие вокруг нас? Это препятствие. Преодолевая препятствие, мы понимаем и осознаем, что нечто есть. Вот в видеоигре виртуальное препятствие должно быть не преодолено, а уничтожено. Потому что как только мы попытаемся его преодолеть, сразу же всплывет его иллюзорность. Уничтожение объекта до контакта с ним позволяет поверить в его подлинность. Таким образом, верификация подлинности бытия в видеоигре — это его уничтожение. Отсюда вытекает, что главная эстетическая радость от видеоигры — это радость разрушения. Вообще любой объект в игре становится эстетически интересен, и в этом смысле вообще просто попадает в круг внимания лишь в миг своего разрушения. Именно поэтому в «Тетрис», например, можно играть бесконечно, пока батарейки не сядут. Обладатели черно-белых китайских аппаратиков из 90-х годов меня поймут. Уничтожение линий на дне «Тетрисового стакана» воздействие эстетическое от уничтожения этих линий оно сродни тому, которое испытываешь при четком проведении фаталити в Mortal Kombat. Отсюда вытекает одно печальное следствие. Любое событие в любой видеоигре как таковое — это одно и то же. Это акт насилия и разрушения. И череда событий в видеоигре — это череда одного и того же, связанного псевдосюжетом. Почему псевдосюжетом, а не сюжетом? Потому что сюжет настоящий в классическом произведении, он определяет череду событий. Вообще события вытекают из него, из логики развития этого сюжета. А в видеоигре сюжет играет подчиненную, я бы даже сказал, рабскую роль. Он служит для оправдания событий. И отсюда следствие вот это печальное, что главным эстетическим объектом в игре становится не событие, потому что оно всегда одно и то же, такт насилия и разрушения, а способ его изображения. Отсюда и вся гонка со спецэффектами и видеоускорителями. Для того, чтобы усилить впечатление от спецэффекта, нам предлагают становиться свидетелями явлений, которые в обычной жизни лежат за гранью восприятия человека, а потому для человека не существуют. может ли человек в обычной жизни увидеть полет пуль? Нет. Но нам предлагают стать свидетелями явления, которые на ментальном уровне могут восприниматься как смертоносный полет пули. Это является источником эстетического удовольствия. И ни тот, кто стреляет, ни тот, в кого стреляют, не вызывают никакого сочувствия. Главный герой сцены – пуля. Драматизм смерти вынесен из игры. Цель – это не изображение смерти. Цель – изображение способа убийства. И важно не убить, важно как убить. С помощью какого оружия, с какими спецэффектами, сколько жертв останется. При том, что и жертв, и палачей тоже нет. Нет людей, нет трупов. Есть мишени. В чистом виде это представлено в игре в The Club. Играющий человек становится заложником спецэффекта. Он не может постигать виртуальную реальность, соотнося ее с личным опытом, потому что никакого личного опыта для этого у него нет. Как я уже сказал, в играх мы являемся свидетелями явлений, которые в обычной жизни лежат за пределами человеческого восприятия. Постигать виртуальное пространство можно через виртуальные же образы, которые взаимодействуют друг с другом. И делать это можно только через двойников. Что за такие двойники, спросите вы? Отвечаю. Виртуальный мир сам по себе, без человека, не существует, потому что в нем отсутствует подлинное бытийное пространство. Человек, играющий, не может сместить собственную телесную точку относительно точки виртуального фокального схода. Он не может переместиться оттуда-сюда, в заэкранное бытие. Не может. Он может лишь на время признать образ виртуального пространства и заслать туда свой образ, который удвоен страхом перед образом того, что признано пространством. Проглатывается. Отсюда берут свое начало и рождение всякие там вампиры, маленькие мертвые девочки, маньяки, полицейские, кто угодно. А главная притягательность игры в этом смысле состоит в том, что человек, действуя через своего двойника в виртуальном мире, всегда не только участник события, он остается свидетелем этого события. И обычно единственным выжившим свидетелем, что, конечно, дает неописуемое чувство господства над событием. Но уж тоже волшебная детская сказка. Там тоже есть и события, и своеобразный скопизм, и двойники, и что угодно, но настоящая сказка, она так же отличается и так же далека от компьютерной игры, как, не знаю, Иисус Христос от Терминатора. Я не буду голословным. У меня есть знакомая девушка. Глубоглазая блондинка. Ее зовут Лиза. Лиза очень любит сказки. Я подозреваю, что все голубоглазые блондинки очень любят сказки, но Лиза любит их особенно, потому что ей 4 года. И вот однажды я был у Лизы в гостях. Мы сидим у нее под столом. И я ей часа 3 к ряду вдумываю какую-то сказку. В ней участвую я, Лиза и ее сундук с куклами. И у меня уже голос садится, потому что это все без перерыва. А Лиза требует еще. Нет, говорит она, это не конец. Проходит полчаса где-то, и Кощей Бессмертный уже готов превратиться в летучего бегемота, Лиза в русалку, и она вот-вот отнимет у меня сокровище. И тут она говорит, все, вот теперь конец. И убегает играть с кроликом. В моей сказке не было никакой связи между событиями. Никакой мотивации героев. Никакой трехчастной структуры. Это вообще ад для Станиславского. Но это если не быть ребенком. События видеоигры – деструкция. События сказки – изменение как таковое. В видеоигре драматизм вынесен за рамки события. В сказке драматизм наполняет любое событие до краев. Доминанта восприятия игроком игрового события – спецэффект. Доминанта восприятия ребенком события сказки – чудо. И надо обладать чистым бытием ребенка для того, чтобы это чудо видеть. Искапизм игрока – это бегство от реальности в игру, от жизни к спецэффекту. Искапизм ребенка – это перенесение сказки на жизнь. Наполнение каждого мига жизни – чудом. Именно поэтому настоящие волшебные сказки не содержат ничего такого, что отвечало бы на вопрос «Зачем?». У ребенка с его незамутненной фантазией такого вопроса вообще нет. Именно поэтому волшебные сказки так пугают взрослых цензоров, потому что с их точки зрения там нет несчастливого конца. И вообще иногда непонятно, почему она начинается именно там, а заканчивается именно тут. Это просто чудо. От начала до конца. Чудо, которого видеоигры лишены напрочь. Я от всей души желаю вам сохранить в себе ребенка, не потерять его, и видеть чудеса вокруг себя. А нам, как любителям видеоигр, я желаю когда-нибудь увидеть настоящее чудо и в заэкранном бытии. И очень надеюсь, что у разработчиков хватит на это фантазий, а у продюсеров денег и смелости. Ну а своими чудесами делитесь, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Мы с вами услышимся завтра, а увидимся через две недели. С вами были Александр и Владимир Глаголевы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok